Целый завод сидит без денег. На предприятии, продукция которого успешно расходится по миру, люди работают в долг. Коллектив маслоэкстракционного завода не получает зарплату больше двух месяцев. Дирекция объясняет, все из-за сложной ситуации в стране. Больше об этом знают наши корреспонденты. Из этих ворот они не выходили с зарплатой уже больше двух месяцев. В последний раз получали аж майскую. Люди постепенно подтягиваются к воротам, общаются с прессой вместо обеда. На него денег все равно нет. Целому заводу это 300 человек, должны около двух миллионов гривен. Люди говорят, проблемы начались год назад, когда сменился собственник. Целый год мы терпели весь этот, входили в положение нашего руководства. Как оно нам говорило, войдите в наше положение. Но больше года уже терпеть некуда, тем более задержки были небольшие, терпимые. Как-то люди сводили концы с концами. Сейчас уже просто это считается край. Зарплата здесь у всех не такая уж и большая – 3-4 тысячи, а то и меньше. Особенно ее нехватка ощущают те, кто едет из области. Например, как Людмила Тишкина. Встает 4.30 на дорогу в Одессу 2,5 часа. И работает, считай, бесплатно. Мы из Сраховки и платим практически 16 рублей, получается, билет. В одну сторону, да. Туда и назад, вот в день 32 рубля, получается. Ну, тяжело, плюс семья и питание, и все. Некоторые работают здесь целыми семьями. Теперь приходится сильно себя ограничивать. Этой супружеской паре почти повезло. Их спасает одна малюсенькая пенсия. У мужа пенсия. Живем на пенсии. Пенсия, сами знаете, какая большая у нас. За 2-3 месяца. Плюс ушла в отпуск, отпускные тоже не заплатили. Это вот 10 дней отгуляла. И теперь там нас вызвали. Завод работает исправно, загрузка есть. Продукции уходят в другие страны. Почему же люди, казалось бы, имеющие заказы предприятия, до сих пор сидят без денег, непонятно. Руководство завода от комментариев отказывается. На радикальные меры коллектив идти не хочет. Говорят, их задача – мирно работать. Люди уже обращались в Малиновскую прокуратуру. Возможно, следующим этапом станет суд.